Доброе утро! Я опять на зимней стороне. Сейчас я нахожу возле веревочного парка. Как он называет, я честно не знаю. То ли экстрим парк, то ли... Ну, икс парк я знаю. В другом месте вообще находится. Ну ладно. Вот такой. И также тут еще с правой стороны находятся олени. Это сегодня покидает зимнюю страну. Ну, как я говорила уже, что 27-го числа и 28-го будет взрослый и детский мастер-шеф. Баттл будет между ними вчера. То есть 27-го числа победила, что первый баттл детский мастер-шеф, что второй. Сегодня также будет снова два баттла. Один с 12 до 2 и с 3 до 5. Я знаю только, что сегодня вроде бы как будет из взрослых это Андрей Колесник, потом Дмитрий... Я вечно забываю его фамилию. Я помню, что он с 4-го сезона. Также сегодня с 3 до 5 будет Евгений Клопотенко и Милан Китёв. Извиняюсь, если не так сказала фамилию. Потому что, по-моему, она не китёв. Ну, ладно. Тоже такое. Да, также еще тут со мной такая история приключилась. Я не взяла с собой деньги. И мне буквально ехать до ВДНХ минут так 15-20. Я маршрутку стояла минут 10 ждала. Вышло так, что, я не знаю, чудом я за 2 минуты до открытия Зиниста Нит просто забежала туда внутрь. Так что я пока сюда пошлась, я немного отдышалась и чай попила. Да, так что ждите видео с баттлов, с мастер-классов также. Ждите еще фотографии. Еще, возможно, будут фотографии с детского мастер-шефа. Просто я там не сижу. Я на взрослом мастер-шефе сижу. В основном. На детском. Ну, не знаю. Там, где мы кушали вчера, вот этот футкор был, на котором раздавали всю еду. Там был очень большой экран. Этот проектор стоял. И, получается, транслировали то, что готовили дети. Там со звуком было. Можно было и взрослого посидеть. И вместо того, чтобы выйти в 8-й павильон, там, где происходил мастер-шеф дети, как раз там, где они готовили, можно было бы просто-напросто выйти на улицу, буквально два шага прийти и посмотреть, что же там делают дети готовят. Да, только вчера немножко второй баттл задержался, что Герген с Женей, что Брёс, Ярослав, и что дети очень долго готовили, если честно. Им дали на это всего 2 часа. А они готовили буквально, там, 2,5 где-то. Ну, потому что в духовке все запекалось. И из-за этого мы же не можем сказать, духовка, давай, делай быстрее на миду. Мы кушать хотим. Потому что нам еще людей кормить, как бы, чтобы не за нас голосовали. Ну, как-то вот так. Поэтому не знаю, что сегодня будут готовить. Честно, это загадка. Никому не сказали, что, где, когда. Если на китайский Новый год готовили китайскую еду, на масленицу, я уже знаю, там, блины будут готовить. Потом на фестиваль, сейчас скажу, фестиваль сала. Готовили все блюда исключительно из сала, или там, с добавлением сала, или основной ингредиент сала. То есть, ну, там, без разницы, да. То есть, сейчас мы вообще не знаем. Потому что вчера вообще у Ярослава Бреоса и Жени Гергеца была импровизация. Некоторые крема и соусы они делали просто так. Ну, с воздуха взяли. Авторское блюдо, как они сказали. Но, если честно, некоторые люди, наверное, хотели запомнить консистенцию, сколько, куда добавляют, чего добавляют. Они просто так взяли. Раз, раз, раз. Но, тем не менее, вы знаете, эта импровизация получилась вообще, ну, восхитительная. Не знаю. Мне очень соус понравился. То дело Ярослав. Хоть он говорил, что он его пересолил немного, но мне не показалось, что он был пересолен, но он был как раз вот в меру, все как надо. А лазанья Жени Гергеца мне просто покорила с его бешамелем. Хотя мне показалось, что он был немножко густоват, но, вы знаете, вот это как раз придало такой пикантности. И там, конечно, не было в овощной лазани, не было моцареллы. Ну, вы знаете, ничего. Очень вкусно, реально. Так что, ребята, экономьте без мяса, без моцареллы, и будет реально очень вкусно. Ну, хотя Женя добавил туда курицу, это было реально шикарно. Так что, да, ждите следующие видео. Я пошла в бар. Ждать два часа. Одна. Здесь есть маши. У нас есть стандартный набор. Идут овощи, яйца, сахар, лимонный соль, лимонный соль. И также для людей у нас есть пакеты, рейба, вечно я хочу делать пакеты, у нас есть, раздельно относится к вашей тени, поэтому он не перетирается, не перетирается, а он уже золотыми остается с овощами. И будем, то есть два вреда нахай, хочу сделать с Димой курицу с овощами, соусами, и десерт. В общем, много всего. Давайте пока сегодня просто начинать. С чем начинать? Так, сейчас, давайте ставим закусок. Дима чуть-чуть начинает нарезать бакеты, я начинаю делать начинки, не, начинки на все самое. Это, как, начинки на самую руку. Для декабря, ты здесь не сошел. Если мы, знаешь, что-то здесь не сошел. Да, если что, можно обратить, я перетю. Я уже в предыдущем, с отвощи и... Да, да, да. Да, да. Если все это с вами. А, да. Я просто, пожалуйста, заинтересован, я послалил. Я не сторожную, и застанавливаю. Также будем сейчас... Мы сейчас... Мы сейчас начнем с собой... Через стен. Ну, понятно. Так, сейчас, Сначала я нарежу лук, морковку и печень, чтобы ее жарить для риньета. Риньет начинает, что мащет, а правильно? Да, смешно. Риньет, когда раздадим у тебя мащет, то отличие его в том, что он не такой классный, а консистенция, как мащет. Он не перебывается, он нарезается, варится и варится. У нее волокна чувствуется. Можно делать так же и с курицей, и с курицей. Овощи ты нарезаешь как? Овощи вы нарезаете, например, в кухне. Это у меня в первую очередь не называется. Я просто такие делаю не знаю. Ладно, переставел. Я сейчас подаю сюда Римонов. Дим, 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 Дим. Видишь, я обрючка не поубирать, а по багетам нарезать. Так, а получается, ты нарезаешь, потом эти багеты и любовь поедешь? Да. Это у нас просто для консиста, я не вообще не знаю. Какого-то терпеть. Я думаю, что он выигрыш с них. Чего? Я еще не знаю, что они не имеют ничего. Я знаю, что у нас там ступенья, кстати. Кто смотрит Мастер Шерп-дети, какие-то дети, да? Они вчера два раза выиграли. Мне просто интересно, все дети такие талантливые. Вы не реально понаходили таких? Детвора бы талантливые. Это уже... Нет, дети тоже талантливые. Нужно будет еще часть поднимать Мастер Шерп. Но те два раза попетили вчера, как у нас стоит. Ну, реально, да. Детей мы все. Так. Так. Стоп-супи пока. Да. 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 В самом деле, ну... У нас по шеста, но я... С Димой закончится чуть быстрее, это за час сорок. Я думаю, что вроде-то у нас... Ну... Смотри на! Просто зависит от вашей работы. Вчера девушки первого этапа, они все делали с классом и закончили быстро. А ребята немножко... Каждый делал свое. Они совмещали все работы. Не хватало места и закончились на три этапа полчаса позже. Ну, я не хочу это закончить. Я тоже не хочу. Я хочу это закончить. Довремя. И поэтому сейчас одновременно к ним ставим. Чтоб ледок выпекался. Чтоб говорился крем. Делалось рельеф. Чтоб все одновременно было. Лучше мне не хочется затягивать и все так. Потому что мы совершенно не давали до половины времени. Да? И час. Все. 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 Часа. При этом сколько-то дел своих лекарств. И на самом деле... Не приятного. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы к учателю Мастершем, просто поднимайте руку. Я выхожу к вам. Дай микрофончик. Вы сдаетесь на вопрос на проекте. Может, о том, как изменять жизнь ребят. После проекта вам не стеснять. Придумайте вопросы. Поднимайте руку. Так. Ну, Дима тут ничего не поменялось. Если бакет как нарезался, так и нарезать. Хорошо. Тогда с бакетом я перейду сюда Андрею. У него пока обещают технические вопросы. Морковочки две штучки. Лучок тоже небольшого размера уже нарезан. Сейчас так я понимаю, почему лучше нарезаться. Нарезаться в печеночка, да? И все это оставая тебе передать. А я оставаюсь. Поехали. Пока. 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 Пока.